МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Проверка готовности к чемпионату мира. Премьер посетил Гагарский стадион. Безопасность мирового первенства обеспечим пресс-конференцией министров внутренних дел Абхазии. Обследованы более 4 тысяч человек. Первый этап диспансеризации в Учимчирском районе завершен. В начале выпуска о кадровых назначениях. Указом президента Рауля Хаджимба, руководителем администрации президента, назначен Беслан Барцет. Ранее другим указом Беслан Барцет был освобожден от исполнения обязанностей главы администрации Гагарского района. Исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района указом президента, назначен Заурам Шухович Бганба. Депутаты Народного собрания на заседании сессии парламента единогласно избрали на должность председателя Гагарского районного суда Мэри Мукба и на должности судей суда Учимчирского района Валерия Зантария и Гули Цыба. Предложение об избрании судей внес на рассмотрение парламента Президент Рауль Хаджимба в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Абхазия. Премьер-министр Артур Миквабиа посетил Гагарский стадион и проверил готовность объекта к предстоящему чемпионату мира среди национальных команд, не входящих в FIFA. В настоящее время на этом объекте продолжаются ремонтные работы. Тему продолжена Алла Мукба. Даже в дождливую погоду ремонтные работы на Гагарском стадионе не прекращаются. Бригады строителей, не покладая рук, трудятся, чтобы успеть сдать объект до начала чемпионата мира по футболу среди команд, не входящих в FIFA. Премьер-министр Артур Миквабиа посетил стадион, чтобы увидеть, как продвигаются работы и оценить их качество. Осмотр объекта глава правительства начал с раздевалок и душевых, обошел технические и подсобные помещения. Вы помните, что тут было? Сегодня, конечно, созданы хорошие условия. В кратчайшие сроки всего за полтора месяца здесь был произведен капитальный ремонт здания, заменена кровля и коммуникации. Несмотря на сжатость сроков, экономить на качестве не стали. Как утверждают специалисты, были использованы дорогостоящие, быстро сохнущие материалы, поэтому и успевают все сделать в сроки. Любая шпаклевка, даже возьмем для наружных работ, она готовится на цементной основе. Не на гипсовой, не на каких-то других основах. На цементной основе, которая дает возможность работать. И они высыхают быстро. И таким путем, естественно, немножко это получается дороже, но зато качество и темп работы при этом не страдает, не ухудшается. Из государственного бюджета на ремонтные работы были выделены 7,5 миллионов рублей. Расходы по замене кресел на трибунах стадиона взяла на себя Гагарская администрация. Кресла уже закуплены и в течение трех дней будут установлены. Об этом доложил к примеру Беслан Барциц, глава администрации Гагарского района. Среду мы груз получаем. И ориентировочно к понедельнику, вне зависимости от погоды, в любом случае люди будут работать. Мы подготовим 1500-1450 сидячих мест у нас будет. Основная часть работ на стадионе уже проделана. В настоящее время завершается косметический ремонт здания и продолжаются работы по укладке асфальта на внутренних площадках объекта. Пример распорядился, чтобы заасфальтировали и территорию перед стадионом. Кроме того, Артур Миквабия потребовал, чтобы городские власти уделили особое внимание вопросам безопасности во время проведения матчей. В целом, пример остался доволен качеством проделанной работы. То, что сделано, хорошо сделано. На мой взгляд, качественно. Я думаю, что к 20-му, к 22-му вообще будет все закончиться. Я имею в виду уборка и все остальные вопросы. Здесь нужно положить один слой асфальта. Как погода распогодится, положим. А так, вы видели, там сделано неплохо. Табло у нас есть. Машинку мы привезли. Флаги есть, где вешат. Все, что нужно, для этого мы подготовили. Весь объем работ на Гагрском стадионе планируется завершить к 23 мая. До этого премьер-министр обещал еще раз посетить объект и проверить его готовность. Министерство внутренних дел готово обеспечить общественный порядок и безопасность граждан и гостей страны во время проведения чемпионата мира по футболу по версии Конифа в соответствии с принятыми в мире стандартами безопасности. Об этом министр рассказал на пресс-конференции в Сухуме. Репортаж Ренаты Шакая. Репортаж Ренаты Шакая. Как сообщил министр внутренних дел, вводимые меры безопасности предусматривают использование специальных технических средств. Видеонаблюдение практически по всей трассе уже будет работать. На Холодной речке уже мониторы установлены. На Приморском посту они уже устанавливаются, уже установлены. То есть фиксироваться будут все нарушения, которые будут проходить по трассе. В общей сложности будут зарегистрированы порядка 600 сотрудников органов внутренних дел. 300 человек только по сухому. В резерве до 1000 сотрудников и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. 25 мая мы переходим на усиленный вариант внесения службы. Ответственно заявляю, мы обеспечим правопорядок на любой территории, в любом участке, где бы наши гости не располагались, где бы они не отдыхали пешим на автотранспорте, как бы они не передвигались. Президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджа убежден, что все намеченные планы будут осуществлены в сроке, без каких-либо задержек. Дороги вокруг стадиона приводятся в порядок. Те люди, которые занимаются дорогами, они заверили в том, что все будет в порядке. К чемпионату мира все будет готово. Сегодня премьер-министр Завар Артемович поехал принимать Гагрский стадион. Вот как сказал президент Федерации, здесь вокруг все делается. Я не думаю, а знаю, что все это успеется. Президент страны это все на контроле держит, и финансирование, и все это обеспечение. Это наше лицо. Помимо безопасности, которую будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, круглосуточно будут работать телефонная, горячая линия, телефоны доверия и дежурных частей. Кроме того, в онлайн-режиме можно будет получить информацию на страницах официального веб-сайта Министерства внутренних дел Абхазии. Рината Шака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Чемпионат мира по футболу под эгидой Канифа стартует 28 мая. Участие в нем примет в общей сложности 12 команд. Игры будут проходить, как известно, в Сухуме и Гагре. Из 85 тысяч билетов уже продано 85%. Их цена на церемонию открытия и закрытия, а также финал, составляет от 500 до 700 рублей. Цены на матчи – 200-300 рублей. Билеты на встречи сборной Абхазии стоят 250-350 рублей. Реализация билетов будет осуществляться через партнера чемпионата мира – Амробанк. Их можно будет приобрести через платежные терминалы. Для тех, кто не успел приобрести билет на матч в день игры, будет возможность купить его в кассе стадиона. Билеты были изготовлены в Москве и защищены от подделки специальной пленкой. Пресс-служба Федерации футбола Абхазии отмечает большой интерес зарубежных СМИ к предстоящему мировому первенству в Абхазии. Очень много журналистов, очень много людей со всего мира, которые заинтересованы этой игрой. Основной билет – это у нас открытие. Также у нас есть очень красивое закрытие зеленого цвета. На этих билетах вы видите изображен логотип совместно с Черкезией и Богателем. Можете приобрести билеты в терминалах. Всего у нас 40 терминалов. Он выдает вам всю информацию. Вы оплачиваете, если есть это место, если вы сможете сделать резерв, вы его оплачиваете. Он вам выдает чек. С этим чеком вы идете в Амробан, где вы уже получаете билет непосредственно. У кого лучший сектор, это сектор В, он уже практически весь раскуплен. У нас есть 7-10% резерва на стадионе для детей до 12 лет. Для них билеты бесплатные. В целом, организация чемпионата мира проходит хорошо. К другим темам. Указом президента Рауля Хаджимба за заслуги в области хореографического искусства бывшему солисту Государственного ансамбля народного танца Абхазии Шаратын Нуриджиргене присвоено звание заслуженной артист Республики Абхазия. За большой вклад в развитие абхазского народного искусства солисту этнографического ансамбля «Ирцах» Ивану Какалия указом президента присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия». В рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте в Министерстве экономики страны создана рабочая группа, которая разрабатывает пошаговый план реализации стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Состоялось второе заседание рабочей группы, на котором обсуждались в частности основные направления развития экономики страны. Конкретные рекомендации по реализации стратегии социально-экономического развития рабочая группа должна выработать в течение трех месяцев. В нее вошли представители органов государственной власти и управления ТПП крупного и среднего бизнеса, Московской и Абхазской диаспоры, а также российские эксперты. Работу Совета по экономическому развитию и реформам при президенте координирует министр экономики Абхазии Адгур Арзенба. Сейчас идет детализация всех этих вопросов, направлений. К примеру, могу сказать, что базовые отрасли развития – это туризм, сельское хозяйство, легкая промышленность в перспективе, может быть. Но и здесь тоже необходима детализация. Для сравнения могу сказать, что все предприятия, действующие в туристическом секторе, по совокупному объему, вот все то, что видны статистики, они ниже, чем одно предприятие по производству вина, по совокупному объему. То есть это уже как раз показывает детальный анализ, на основе которого будут уже приниматься решения. Если мы, например, упростим какие-то бюрократические процедуры, это значительно сократит время, предположим, получения каких-то документов, справок, открытия компаний и так далее. Упростить ведение бизнеса, упростить отчетность, уменьшить количество отчетов, чтобы это все не обременяло экономику дополнительными какими-то сложностями, дополнительным созданием рабочих мест, дополнительными расходами. У нас, как у государства, денег мало. У нас нет, к сожалению, внутри богатых инвесторов, и у государства, как у такового, тоже немного денег. Поэтому нам, конечно, надо создавать очень хорошие условия для того, чтобы эти инвестиции появлялись. Нам надо быть более такими, ну, открытыми в этом смысле, для того, чтобы люди готовы были инвестировать в экономику. Студенты экономического факультета АГУ заняли третье призовое место в Международной Олимпиаде по истории экономических учений и привезли два кубка. Соревнования прошли в Москве в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Сейсима Аргун пообщалась с нашими студентами. Слегка уставшие, но очень довольные студенты охотно делятся своими впечатлениями. Новые знания, опыт и, конечно же, новые знакомства. Для студента высшего учебного заведения страны участие в такого рода конкурсах, несомненно, большая школа. Мы познакомились со многими людьми. Это наши сверстники. Кто-то младше нас, кто-то старше нас. Многие профессора. Мы получили много знаний о них. Мы увидели много интересного. Теперь мы будем знать на будущее, как проходят такие мероприятия. Будем знать на будущее, что нужно делать, как к ним нужно готовиться. Олимпиада собрала студентов из всех сильнейших российских вузов, где изучается история экономических учений. Таких, как Кубанский государственный университет, Высшая школа экономики, финансовый университет при правительстве Российской Федерации и другие. В этом году были приглашены студенты Абхазии и Белоруссии. Семь команд разыграли между собой звание сильнейшей в самой фундаментальной экономической дисциплине. По результатам соревнований наша команда заняла почетное третье место. Этот предмет в Абхазском университете изучают уже давно. И, как оказалось, преподается он на достаточно хорошем уровне. Боязнь была. Боязнь неизвестности. Потому что мы впервые на таком мероприятии находились. Соответственно, не знали, с чем мы столкнемся, наши студенты. Соответственно, рассчитывали, что это будет тяжелее. На самом деле, да. Это уже я ощущения после Олимпиады рассказываю. Очень хотелось бы еще отметить Бгажба Андрея Олеговича. Он у нас преподает этот предмет. И он с нами не поехал в Москву, но большую роль сыграл в подготовке этой команды здесь у нас в Абхазии. В нашу команду входили 10 студентов 3-го и 4-го курсов экономического факультета АГУ. Олимпиада проводилась в два этапа. Для начала нужно было пройти отборочный тур в заочной форме посредством интернета. Абхазские студенты без особого труда попали в финал. Готовились долго и очень переживали. Ведь им предстояло состязаться с представителем ведущих финансовых вузов России. Мы готовились очень долго, на протяжении полугода. Мы не спали ночами, днями. Мы готовились вплоть до самого момента участия в конкурсе. Мы готовились по дороге в метро. Мы постоянно читали, повторяли. Было очень сложно, но все наши бессонные ночи, они вознаградились нашей победой. Для нас это победа, потому что третье место занять на Олимпиаде такого уровня для нашего вуза, это престижно. Проректор по экономическим вопросам и международным связям АГУ Владимир Делба отметил, что результат, с которым вернулись наши студенты, говорит об уровне подготовки. Мы с удовлетворением приняли приглашение нашего партнера по международной деятельности, финансового университета при правительстве Российской Федерации, поучаствовать в этой Олимпиаде. Это важное событие, это важное событие для нашего университета. В рамках этого мероприятия рядом с нашими студентами находились наши преподаватели. Это преподаватель экономического факультета Александр Викторович Страничкин, это Ампар Линда Геннадьевна и заместитель декана экономического факультета Ирак Ливанович Черкезия. По традиции Олимпиада состояла из трех конкурсов. Первый заключался в близответах на вопросы, составленные по базовым учебникам. Второй конкурс наиболее коварный, состоял из вопроса команд по одному от каждой друг к другу. В этом конкурсе оценивались не только ответы на вопросы соперников, но и постановка вопросов от самой команды и ее же формулировки правильных ответов на них. А в третьем конкурсе от команд требовалось представить свою презентацию либо доклад. Здесь лучшим стал капитан команды АГУ Давид Ардзенба. Привезли сюда. Это кубок не благодаря мне, какому-то отдельному лицу. Это работа всей команды, которая работала слаженно, которая готовилась на протяжении полугода. И, конечно же, благодаря нашим великолепным наставникам. Все соревнование прошло за несколько часов, но эти астрономические часы вместили в себя недели и месяцы подготовки, переживаний и сомнений, осмысления, переосмысления жизненных ценностей для молодых людей. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Первый этап диспансеризации в Чемчирском районе завершен. За два месяца были полностью обследованы более 4 тысяч человек. Подробности у Сарисмар. Два месяца длилась диспансеризация населения Чемчирского района. За это время около 70% жителей прошли полное медицинское обследование. Глава администрации района Хрипс Жопова благодарил медперсонал за сложенную работу и отметил ее важность. Главный врач Чемчирской районной больницы Мадонна Кишмария подробно рассказал о ходе диспансеризации, отметив большую помощь администрации района в организации работы. В итоге были обследованы 4 490 человек, из них 1818 детей. У некоторых был выявлен ряд заболеваний и назначен курс лечения. В основном люди жалуются на болезни сердечно-сосудистой системы, повышенное давление, остеохондроз. Ежедневно было задействовано 46 медработников. Был составлен график работы в выездной поликлинике, по которому планировалось 8 рабочих дней провести на территории Чемчирской ЦРБ и 33 рабочих дня в сельской местности. Всего планировалось развернуть поликлинику в 14 точках, объединяя соседние села. Поликлиника была полноценная. Она состояла из регистратуры, кабинета для забора биоматериалов, клинико-диагностической лаборатории, диагностических кабинетов. Как отмечают специалисты, уровень диспансеризации даже в отдаленных селах района неплохой. Это благодаря тому, что дополнительно в нескольких населенных пунктах было развернуто 6 медпунктов. У каждого, кто прошел диспансеризацию, будет медицинская карточка. Результаты обследования будут внесены в общую базу данных. Министр здравоохранения Анзур Гоуф поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу. Он отметил, что диспансеризация в таком масштабе за послевоенное время проводится впервые. Проведена огромная работа. И вот то, что вы отработали так слаженно, это действительно заслуга и вас, в первую очередь, и все, которые работали, и главы администрации, и то, что так все слаженно. И на местах, в школах, и везде, и в сельских амбулаториях. Действительно, почтенность была большая. Вы знаете, это была целевая президентская программа. Сейчас будет обработка всего материала, которого мы проведем. Я вам скажу, что это делается впервые в Абхазии за последние 25 лет. И мы сделали ее, постарались совместно с вами, для наших людей, для наших жителей. Завершен лишь первый этап диспансеризации. Те, кто по какой-либо причине не смог ее пройти, смогут это сделать спустя какое-то время. Для полного обследования они также могут обратиться в районную поликлинику. Диспансеризация населения проводится бесплатно. Общественные палаты Абхазии и Свердловской области России подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Свои подписи под документом поставили председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко и секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба. Стороны намерены развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные и культурные связи и обмениваться опытом. Наш взгляд, Общественные палаты были созданы для того, чтобы объединить эти усилия, чтобы стать своего рода переговорной площадкой, диалоговой площадкой, как по вертикали, то есть с органами государственной власти и обществом, с одной стороны, так и по горизонтали. Не знаю, как у вас, а у нас это тоже большая задача, наладить эти горизонтальные связи между общественными организациями, если у нас это почти 7 тысяч и более, то, соответственно, тоже очень важно вот эта коалиция, умение объединяться. Если сравнивать, то вы, конечно, достигли гораздо большего, и я думаю, что очень важную роль играет тот факт, что есть Общественная палата Российской Федерации, которая как бы идет в авангарде вот этого всего поступательного движения. На сегодняшний день у нас есть активное взаимодействие представителей властных структур Республики Абхазии, Российской Федерации и регионов, и гораздо меньше таких активных контактов на гражданском уровне. А мне кажется, это очень важно для того, чтобы наши отношения выстраивались вот в таком позитивном аспекте. В канун курортного сезона в Гудауте проводится большая работа по санитарной очистке и озеленению города. Так, вдоль тротуаров, скверах и парках высажено более 500 саженцев туи. Приобретены в России специальные мусорные контейнеры. Со дня на день ожидается прибытие двух мусороуборочных машин с автопогрузчиками для контейнеров. Жители принимают активное участие в санитарной очистке и озеленении города. Так, большой субботник был проведен на территории Гудаутской центральной больницы, где работали не только сотрудники больницы, но и молодежь. Подобные субботники в городе будут проводиться еженедельно. С начала апреля ведутся работы, озеленение, во-первых, города. Убираем парки, убираем пляжи, высаживаем цветы, красим лавки в парках, освещение приводим в порядок, если где-то какие-то недочеты есть. Наша молодежь районная поддерживает, спасибо им огромное. Мы неустанно сами от себя устраиваем тоже субботники и стараемся территорию озеленить. Спасибо, хотим от всего коллектива, благодарим руководство района за оказанное содействие в устройстве озеленения территории. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 градусов, температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова